В этом было сказано, и они начали прояснять, между прочим, начали прояснять. Но Лена, как всегда, пошла по тому же пути. Она тоже самое сказала, что говорит его обычно. Вместо того, чтобы как-то подумать, а чтобы еще подспрашивать, каждый может как нарциссу. То есть поработать с фоном, а не с фигурой. То есть фигура достаточно энергичная, яркая, и клиент ее предъявляет. Если автоматом мы берем в той же формулировке, не начиная работать с фоном, а на каком-то фоне фигура сформировалась, то вот попытки разрешить заказ не проходят. Только в конце стали выяснять некоторые нюансы. То есть все равно, когда энергетика, энергия спала, начали уже собирать данные. То есть, а что же там, в какой контекст? И в этом одна из действительных проблем. То есть клиент приходит, он энергетизирован в своей проблемной ситуации. То есть он хочет быстрого решения, избавления от этой ситуации. Быстро, что нет. И если мы автоматом принимаем такой контракт, то дальше попадаем в ту же ловушку, что и сам клиент. Это, конечно, хорошо, все параллельно, становится понятно, как он в нее попадает. Но как-то продать такую историю не бештантистом тяжелую, типа вот так у вас и в жизни как-то становится. То есть вот как с этим проектом, так у вас и в другом. И, как я для себя формулирую, клиент, как надо говорить, клиент всегда прав. Это половина правды. Он прав только в своем желании. И совершенно не прав в способе его реализации. То есть в желании клиент, клиент прав. В способе, скорее всего, нет. Если бы у него был эффективный способ, это может быть. У нас бы здесь не было. Если он мне говорит, изменяйте, но изменяйте так, как я привык. Вот это одна из ловушек. Потому что если ты так привык, то, опять же, ты бы ко мне не пришел. Конечно, клиенту можно ищи об этом сообщить. Ну, в индивидуальной терапии. А все-таки корпоративному клиенту приходится как-то мягче давать понять, что то, как вы проводите изменения, видимо, не самый эффективный способ. То есть, если вы меня нанимаете как специалиста, то тогда как решать эту задачу, вы мне доверяете. Это вот тема делегирования и как раз власти специалиста. То есть, если вы признаете меня специалистом, то есть, нанимаете, то тогда доверяйте мне способ решения, который я могу предлагать и с вами обсуждать, но способы идут от меня. Ваши, скорее всего, уже не канали. Ну, так, если бы не правду, но я дальше. И здесь вот эта вот тема начального доверия с той стороны, и сколько мне его нужно, да, и мою готовность взять ответственность за это. Ну, в свою работу, что я буду определять, как это меняет. Ну, и первый, это вот парадоксальный вопрос, начать работать с фоном, то, что казалось незначимым. Ну, что накопали в четвертой части политики, да? Ну, а реальные отношения, диспозиции, распределения власти, да, там, между двумя героинями. То есть, где, собственно, на каком пункте все это происходит? Поэтому работа такая энергичная. Опять же, красивая иллюстрация, что когда накапливается неразвершенное действие в течение 10 лет, то, понятно, что накапливается много вот этой электропрессированной агрессии, которая в той или иной мере выделяется, затем она начинает будоражить поле, да? Ну, поскольку в группе откуда вдруг, с чего бы это так вспыхнуло то ответ на агрессивность и готовность к действию, ну, некоторый резонанс. Готовность, что на начальном этапе изменений можно столкнуться с высоким уровнем агрессивности. Ну, поскольку, если делаем именно с очень воспитанными людьми, да? Чем-то нет. Мне как раз нравилось, что ты в своих интервенциях была максимально так, это пряма, открыта, и это давало разрешение на такое же поведение участникам. Только действительно, особо опасны люди интеллигентны. Только они лет 10 в общем, это таят, таят, а потом... Да-да-да-да. Мне зря здесь была тема о том, что страшно уже, да? Ну, ясно, что контролирую, не контролирую, но некоторые невербальные проявления все-таки они показывают, да? И тогда как с безопасностью обходиться, да? руководители там уже. Ну, поэтому понятно, что управлять не особо интеллигентным персоналом легче, чем особо интеллигентным. Ну, вот учителями, врачами тяжелее, чем какими-нибудь реальными водителями. Ну, в общем, сказал, что Вася, это неправда, что льешь мне расплавлено на олово за шею. Прости, пожалуйста. Прости меня. Прости меня, у меня боль. И к интервенциям. Вот заметьте, как выясняется, что интервенция – это и способность делиться наблюдениями. Ну, вот, когда Ваша стройка делилась тем, что наблюдали, да? Что, как это происходит, что ситуация параллелится. Если это давалось, ну, какие-то нужные паузы, то уже вот это возвращение, обратная связь, группу продвигали. Какие-то рекомендации извне, они, соответственно, не проходили, да? То есть, ну, то есть... То есть, получается, что и собирать данные, и делиться ими, и выдвигать гипотезу, и делиться – это тоже интервенции. Ну, это тоже мастерство, это тоже работа. то есть, ну, там, провести диагностику и провести некоторые действия, когда людям сообщается на доступном для них языке о том, что увидели. А еще и дается заключение, что это. тогда как-то вот... Ну, вот, какое-то мое такое резюме по этой группе вот там происходило. Ну, и можете дальше посмотреть. Все-таки кажется, что собирать данные, ну, все-таки тяжелее, чем выдвигать гипотезу. Так вот, чтобы кто-то уж так данные... легче уходить в теоретизирование, в категоризации, чем, ну, сообщать, что видел, что слышал, как это, что чувствовал, опять же, да. Ну, да, то, что ты описываешь, ну, это, ну, так, манипулирование, да, то есть, или собой, или другими. Ну, например, есть свои желания и как-то с ними обходиться вручнее, да, там, или там, подавлять, или еще что-то. И, в общем-то, опять же, в гештарк-терапии запретно манипулирование на вот эти вот все игры, там, верно, которые описаны, да, то есть, например, вот так и списал, что это хуры в отношении, я с ним вообще не работаю, сходите к бедному, приходите, потом начнем. Если будете манипулировать. Но мы реально так не можем, да, и не клиентов послать мне в организацию наших клиентов, поскольку они все равно играют в эти игры, да, то есть, агрессия есть, а как-то с ней обходится. Вот. И тут-то как раз уже, вот это раскручивание этих манипулятивных схем, поскольку как человек с собой обходится, так и с другими, или наоборот, как с другими, так и с собой, да. Вот. А получается, что, вот если это манипулирование, ведь это, как-то, ну, нарушение, на самом деле, каких-то договорных отношений, или вступление в отношения без договоренности. Или так плавно размывание границ, да. И чаще всего, конечно, это обоюдная история. Ну, то, что вот Алена там в конце так хорошо сказала, что вот начальница сыграла с тобой в игру, то есть с ней, но она с тобой еще не раз сыграет. То есть, ну, кто более опытный манипулятор? Да, то есть, если уже началась эта схема, ну, кто кого переиграет? И тут, конечно, ну, если с нашей позиции консультанта, ну, начинать с мастерами больших манипулятивных игр играться, это, конечно, бесполезная история. Ну, как практика, участие в политических компаниях показывает. Так-то их кинуть на деньги вряд ли удастся, а вот то, что тебе все больше вероятно проходят. Ну, ты шорик, Бабакар, ну, ты не бывший шурик, ну, ты не играй, или не играй, или путь не. Симулятор договора. Или не играй, или платить. Ну, вот, просто провести договорные, контрактные отношения, то есть, вначале есть договор, а потом перераключение договора. То есть, оно это понятно, с кем-то села дырать, да? Вот. И лучше, ну, не пытаться вот так втиху, там что-нибудь, кого-то из них обдурить. Потому что, ну, ребят, конечно, он уже давно в бизнесе, в общем, умеет в это собирать. Какую-нибудь нерамысловатую схему кидал его. Вот. И, так сказать, все контрактным отношениям, ну, я как-то для себя, ну, схему, когда работал с отделом продаж, ну, начинающим продавцам что-то объяснял, ну, продавцам рекламы, об их особенностях отношений с клиентами, ну, где-то нам нарыл схему, не помню где, но оно мне так достаточно понравилось, что, ну, в реальной жизни мы встаем, ну, включаемся в семье в два типа отношений. Первое – это отношения авторитета или власти. Такие вертикальные. И там как раз никто ни с кем не договаривается, да, в такой ситуации. То есть, ну, вот это родители, это дети. Все. Застал эти отношения, дальше уже развивай или потом уже тормози. Да, фиксируй. Когда они вот призывают, что не все отношения стоит развивать, некоторые стоит зафиксировать и дальше не пытаться их изменять. Ну, например, отношения с родителями. Ну, на каком-то разумном уровне зафиксировать и не развивать. Только, ну, не все смогут вынести и неизвестно, куда это заведет. И с родителями не договариваются. Там остается только принять, что они такие. Ну, и в рамках этого действуют. Вторая тема отношений горизонтальных – ну, сиблингами. Там, с братьями и сестрами, там, с друзьями. Ну, с теми, с кем застало эти отношения. Ну, там, двоюродные братья и сестры, или, там, соседи по двору, одноклассники. Ну, какие есть, такие и есть. Это дистанция уже по горизонтали. Ну, насколько близким нужно быть, открытым, сколько, чем делиться, чем не делиться, да, вот. Ну, много каких-то вопросов. Что на что обменивать? Как соревноваться, например, да? То есть, какие правила соревнований, ну, хороши, а какие нет. Ну, например, в каких-то играх, если ты не финтишь, не дуришь противника, ну, ты не игрок, да? То есть, сел играть в дурака, значит, надо дурить. Вот. Но если ты в другой игре, могут и пандерятором обломить, если поймают, да? То есть, игра – дело серьезное. Ну, да, это умение придерживаться правил. Понятно, что, ну, в каждом возрасте есть свои правила. Когда-то это кодекс чести, там, не врать, ничего-то. Когда-то, ну, другие понятия вступают. Там, подкалывать, там, друг друга, да, там еще что-то, кто кого интереснее подколит, приколит, вот, да, вот, тоже способность такая. Ну, и эти отношения тоже не строятся в недоговоренности. Ну, какие есть, такие есть. А в организации, соответственно, есть отношения вертикальные и горизонтальные, но они оговаривают. Ну, то есть, к чему? Контрактности. Взаимодоговорные. Взаимно оговариваются и имеют временный характер или временной. И множество проблем, как раз, в семейном или, там, товарищеском бизнесе, что, когда его начинали, не строили, как контрактные отношения, а строили, как или дружеские, или семейные. И никогда не оговаривался время действия контракта. У контракта всегда есть срок. Вот чем он хороший. Нам пожили сколько-то лет, свободный. И не нужно друг друга изводить. Ну, контракт по принципу «И только смерть разлучить нас» «Сереват». Смертью. Может, по желанию приблизиться. Да, в общем, в этот момент такими, значит, приблизиться. Понятно. То есть, это какое-то время. Ну, и, соответственно, вот и получается, что и контракт на изменения, и контракт на работу хорошо, если носит вот этот временной характер. И зачастую действительно одна из тем, как перейти от бессрочных трудовых отношений к временным, да? То есть, ну, скажем, там, два брата, да? Как им сесть и поделить бизнес. Ну, или как-то произвести договоренность о том, как им управлять, какие прибыли получать. Или там друзьям, да? То есть, ну, переход вот от бессрочной системы к срочной. Ну, тогда консультанту как раз важно быть внимательным, в какую систему попадает. Как там построены отношения. Если они вот по принципу слияния, что срок не ограничен, действие, да? То есть, вероятно, что тоже предложат что-нибудь такое. Или там резко оборудуют. Или за время действия подкинут еще несколько дополнительных работ. Ну, раз уж то все равно пришел, заодно что-нибудь еще и пыль что-либо. Ну, не знаю. Раз уж то все равно здесь, да? Это замороженный. Какая-то такая история. Ну, то это на что навеяла вот эта группа. И вторая часть, что видите, когда группа, ну, вот так вот структурирована через время. Понятно, что она на время собралась, но и шанс, что к чему-то придут. То есть, если просто не структурировать, то, ну, эти же дискуссии могли тянуться еще там часами. Ну, пока люди просто физически не выдохлись бы, там по одному, уходя, пошивая всех куда-то подальше, там осталось двое самых бойцов, да, заказывая, кто из них прав. А если время ограничено, выходи. Можно действительно сидеть спокойно, что, знаешь, что время может закончиться. Но это стимулирует к некоторым изменениям, поскольку время конечное, приходится быть внимательнее. Ну, вот такие вот мысли по поводу происшедшего. У вас, может быть, появились какие-то вопросы по желанию? У меня есть вопрос, но, наверное, где-то не... Ну, в целом, то, что за трех метров, с первого дня еще. Очень отозвались слова про то, что руководитель, да, не может быть... Организация не может учиться изменять службу, чем меняется руководитель. И это вопрос, наверное, на уровне должностных инструкций, да? То есть, если пишется такая штука, да, то она, в принципе, тогда должна подписаться руководителям для самого себя, и консультант не может заниматься этой штукой, то есть фактически как бы становясь выше руководителя. То есть это скорее рекомендация руководителя, что если он хочет исполнения должностных инструкций от своих подчиненных, он как бы самому неплохо бы ее иметь и исполнять и исполнять тоже. Ну вот вообще вот эта фишка с должностными инструкциями руководителя, есть какие-то в этом отношении стандарты, какие-то вещи, которые чаще встречаются? Значит, не слышал про дружную инструкцию директора, даже в советское время. Наверное, там был какой-то документ, который регламентировал, чем я лично не сомневаюсь, поскольку, ну, как его не формализуют, там огромная часть деятельности неформализуемой, но, скажем, там скорее речь может идти о контракте. Если это наемный менеджер, то тогда понятно, то есть у него есть контракт с собственником, то есть что он может делать. Даже есть, с другой стороны, я сейчас что-то так соображаю, наверняка есть некоторые рамки, которые регламентируют деятельность руководителя, но часто это уже кодекс какой-нибудь, там, округив, уголовный, ну, трудовой кодекс, например, то есть в принципе то, что может быть извлечено, за что его могут привлечь гражданское или там уголовное ответствие. В общем-то, да, другое дело, что вот какая-то неформальная сторона, ну, ты можешь там порекомендовать руководителю приходить утром, вот, и не задерживаться до 12. Здесь контроль, вопрос контроля, да, кто контролирует, да, если это собственник, то, в общем, он может смысл терять. Да, можно как-то там убеждать и объяснять и говорить, что, понимаете, вот там бухгалтерии приходят они там пусть даже к 11, да, но до 9 сидеть, все-таки у них там семья, дети, не нравятся, пусть не сидят, пусть как-то налаживают. В смысле такая интересная роль консультанта возможно сводить к минимуму вред от руководителя в организации может могла бы работать предвидеть ну да такая почка ну поскольку про руководство много всяких книж написано, но еще там мне нравилось и так же становится понятно для чего реально нужен руководитель или ведущей группы какой-то, функция лидера она такая комплементарная то есть дополнительная группа есть такая комплементарная теория лидерства что лидер в группе он комплиментарен группе то есть служит некоторым дополнением вот по-хорошему если хорошо организованная группа она работает без руководителя вполне ну или его отсутствует опять же всякие есть там теории о семи ступенях развития руководство, и типа седьмая, высшая, когда о хорошем руководителе известно только то, что он есть. Ну вот, есть один такой руководитель, о нем известно только то, что он есть. Все. Где-то приближающиеся к ним этапы, когда там руководитель подобен тяжелобольному, у которого пытаются узнать, что ему нужно, и по микродвижениям глаз с духом и стоном, для которого они делают правильный. А так напрямую же ничего не делают. Но если к более реальным моделям, то все-таки лидер действительно дополнительный к организации. То есть, там несколько опять же умений, которые, соответственно, необходимо, чтобы быть дополнительным. Первым знают, какие там потребности есть в организации или в группе. Ну, потребности, да. Второе. Уметь оперативно диагностировать, какие из них не удовлетворяются. Ну, скажем, там, недостаток информации, недофинансирование, да. Там, я не знаю, неадекватное стимулирование персонала, недообученность или переобученность. Ну, и еще, еще, еще. Достаточно быстро диагностировать, какие из этих потребностей не удовлетворяются. А для этого, ну, вот и описываются всякие приколы, что диагностика проводится по слабым сигналам, потому что в фоне. Ну, потому что швабра не там стоит. Не знаю, грузчик не там лежит. Ну, что-то не на своем месте находится, да. И по слабым отклонениям, соответственно, идет корректировка. Или что-то хорошее неожиданно произошло, да. Ну, значит, что-то тоже такое происходит. Третье. Это уметь организовать удовлетворение этих потребностей. То есть, либо самому удовлетворить эти потребности, либо кого-то на эту работу нанять. Ну, организовать этот процесс удовлетворения потребностей. Как? Тоже его личное дело. Либо сам будет для всех начальников угламывать, либо, наконец, уже найдет руководитель и служб и будет опять сидеть, ковыряться в носу. В общем, пожалуйста. Ну, вот. То есть, иметь, наладить этот процесс. Ну, а четвертое. Иметь желание всем этим заниматься. поскольку понятно, что некоторые потребности в группе, в системе, в организации удовлетворяются легко. Ну, например, деньги потратить. Освоить бюджет, например, да? То есть, тут креативных людей недостаточно. Куда бы их нам потратить, да? Или, ну, еще там, что-нибудь такого отчебучить, да? Вот. А вот некоторые потребности, которые могут быть отнесены к разряду неприличных, вот здесь, конечно, требуют участия руководителя. Ну, например, выражение недовольства или посредничества в конфликте. Поскольку сталкиваются подразделения, сталкиваются люди, да? То есть, тут на границах, понятно, выделяется вот это раздражение, агрессия и как с ним не обходится. и, в общем-то, эта задача, конечно, руководителя, разводить там своих сотрудников, но не всегда он хочет этим заниматься лично, да? То есть, если там по роли менеджера по персоналу. Хорошо бы нанять кого-нибудь, там, женщину какую-нибудь, пусть она там с ними поговорит. Все-то они кипятятся много. Денег хотят, что ли? или еще чего-то. Ну, непонятно все. Ну, климат у них какой-то не тот, и, в общем, личностные особенности у персонала как-то не те. Нужно их либо потестировать, либо потренировать. То есть, денег им заплатить это вряд ли, а вот потренировать, чтобы они были довольны, это да. Ну, эти все истории идут еще с советских времен. Когда я сходил в каком-то цехе, там, женщины что-то летили. из воска какие-то модели. И, начальник отдела кадра говорит, вот иди с ними побеседовать, проведи опрос, предложи какие-то меры такие, что, ну, у них вот прекратили все эти конфликты, вот это вот все. Я говорю, ну, а вдруг там, я говорю, какие-то объективные условия. Да какие объективные условия? Вот я где-то слышал, на автовазе, на конвейере поставили друг напротив друга мужчин и женщин. И у них очень работа пошла хорошо, быстрее. Я так с ним посмотрел, думаю, ну да, они такие умные, что же эти женщины все бурлят и бурлят. Ну, в принципе, сам факт приходы, что их хоть о чем-то спрашивали, женщин как-то поддержал. В общем, ничего не изменилось, понятно, после написания отчета. На то, что с ними беседовали, лично там подходил какой-то молодой человек, что-то пытался понять, вот тяжелые ремкидовые. Уже сам факт интереса как-то способствовал, конечно. Ну, то есть, не всегда самому руководителю хочется этим заниматься. Вот, и тогда вот с этой комплиментарной функцией становится понятным, какие позиции приглашают. И, в общем, становится понятным, что вот так, чтобы весь белым, ты там ходил, тебе еще и денег платили. маловероятно, что, видно, во всем белом долго не проходишь. Если будут платить, видно, выполнять какую-то черную работу, типа, как это, водолаза сантехника, да, там куда-то нырнуть, там тусоваться, тебе поорут. Уже пошло, да? А что первая функция такая? Знать, какие потребности в группе? А вторая сказала, диагностику? знать, какие есть. Вообще потребности ну, какие, да. Диагностировать, да? То есть, ну, хоть какую-то схему, да, то есть, для себя, то есть, доброе делится воздух. Уже так что вот такая тема с руководителями, с консультантами, которых они занимаются. на одном языке, и возможность говорить на одном языке, да, по поводу потребностей, способов удовлетворения, то есть, понимать. Это про обучение менеджменту. То есть, ну, это обучение языку. заказчикам, да. Ну, хотя бы понимать какие-то слова, которые он произносит. В общем, там, не бог и не что обычно за этим ставить, более-менее очевидные вещи, но так вот опять же с этой западной культуры, которая приходит там, мерчендайзеры, там, не знаю, еще кто-нибудь такие. Вот, ну, как-то ясно понимаю, слушай. Не девайся. Не девайся. Полочка. Ага, это не просто чувак привез по полку, брат, это мерчендайзеры? Нет, это просто и вопрос. Этикетки примеряем. Как он быть расставлен правильно-неправильно. это просто неправильно. это просто я делаю, мерчендайзер, тот, что расставляется по полку товара. Например, выкладку давали. Это должно быть правильно. спорная. Он сначала расставил все эти китки, проверил, чтобы соответствовало тому, как они спадают вправо-налево. Вот там лучше всего вот так говорят. Ну, чтобы покупали. Ты сразу увидела? Вау. Вау. Или увлекаться шоколадом. Ну да, в советское время на витринах продавщицы сами выкладывали, а теперь в хороших универсалах. Выкладывали прилавок, конечно. Да, но вовремя выкладывали было нечто. Банки с соком трехлитровый. Консервы этими башнями. А все это с того крыльца. Ну да, очень. Был бы такой сигарет не по качеству. Таких проблем не было, да, поэтому специальности такой тем был. Ну вот, давайте подводить итоги и начать перспективу. Как итог трех дней Женя начал? Продолжение следует...